Конор Макгрегор это культовая личность в мире ММА. Именно этот простой ирландский сантехник перевернул бойцовскую игру с ног на голову. Вывел смешанное единоборство на принципиально иной уровень и заставил наблюдать за собой, а значит и за боями в клетке, весь мир. Он прошел путь от простого парня, который живет на пособие, до одного из самых богатых спортсменов во всем мире. В карьере Анаториуса случались как победы, так и поражения. Итак, топ-10 самых важных боев в карьере Конора Макгрегора. Меня зовут Иван Неумин, вы на канале It's Time, погнали! 10 место, и это безусловно первый бой Конора в UFC. 6 апреля 2013 года в Стокгольме загорелась новая звезда на небосводе смешанных единоборств. И это был Ноториус. Бой Макгрегора и Бримейджа уложился почти в одну минуту. За эту минуту Конор успел продемонстрировать весь свой неповторимый стиль. Выбросил пару интересных ударов ногами, попал несколько раз левым прямым по голове Маркуса, выбросил 3-4 точных апперкота, а затем отправил Бримейджа левым прямым на настил и добил его. После боя Конор получил свой первый бонус в UFC. 50 тысяч долларов за лучший нокаут вечера. Этот бой стал отправной точкой от перспективного проспекта без единого гроша в кармане к одному из лучших и богатейших бойцов в истории ММА. Девятое место и это второй поединок Макгрегора в UFC 17 августа 2013 года против Макса Холлоуэя. Изначально соперником Конора должен был стать англичанин Энди Огл, но он снялся с боя из-за травмы, а на замену вызвался Макс Холлоуэй. И этот поединок примечателен тем, что он позволил нам лучше узнать характер ирландца. Ведь в момент боя, в котором, кстати, Макгрегор доминировал от самого начала до самого конца, он порвал переднюю крестообразную связку колена в середине второго раунда. Но продолжил биться и выиграл тот бой в доминирующей манере. К слову, футболистов, если во время матча случилась такая травма, уносят с поля на носилках. Этот эпизод показал миру, что Ноториус готов мужественно переносить невзгоды и имеет несгибаемую волю к победе, качества, без которых стать чемпионом просто невозможно. И это два первых поражения Макгрегора в смешанных единоборствах. В 2008 году от Артемия Сетенкова рычагом колена и в 2010 году от Джозефа Даффи ручным треугольником. Те поражения дали ирландцу понять, что он уязвим и что ему есть над чем работать. Именно после своего первого поражения Конор решил уволиться с работы сантехника и все свое свободное время уделять тренировке. А после поражения Даффи он понял, что в смешанных единоборствах ты должен быть развит во всех аспектах и стал уделять внимание на тренировках не только боксу. В конце концов это дало плоды и вплоть до 2016 года Конор оставался непобежденным, успев к тому времени стать самым востребованным бойцом ММА. Седьмое место. Два боя в июне-декабре 2012 в организации Cage Warriors, после которых Макгрегор стал чемпионом в двух весах одновременно. Да, именно так. Перед тем, как стать двойным чемпионом в UFC, ирландец уже обкатал эту схему в английской организации Cage Warriors. Оба боя прошли в родном для Анаториуса Дублине. В полулегком весе Конор одолел Дэйва Хилла, к удивлению многих заставив его сдаться удушающим приемом сзади. В легковесовой от удара Макгрегора пал Иван Бухингер. Так, ирландец впервые стал двойным чемпионом. Именно в этом статусе он перешел в UFC. Эти бои примечательны не только тем, что Конор в них показал свои чемпионские амбиции и потенциал, но и тем, что Макгрегор умеет учиться на своих ошибках. Чтобы после двух поражений он сумел провести работу над исправлением своих недочетов и вернуться более качественным бойцом. Именно за проявленный бойцовский характер и чемпионский дух эти бои занимают седьмую строчку нашего топа. На шестом месте три следующих после боя с Холлоем поединка. Это бои с Брандао, Порье и Сивером, которые прошли с июля 2014 по январь 2015 года. Примечательны не тем, что Конор сумел восстановиться после тяжелой травмы и вернуться на прежний уровень. Во-вторых, именно во время раскрутки этих боев он заявил о себе как о настоящем мастере трештока, восходящей звезде UFC, и получил свое прозвище Мистик Маг, так как предсказал исходы поединков и исполнил свои предсказания. В-третьих, все три боя уместились по времени в 12 минут. И за все эти три боя Макгрегор получил бонус за лучшие выступления вечера, тем самым доказав, что именно он является основным претендентом на титул. Пятое место. Бой с Мендесом, 11 июля 2015 года, UFC 189, MGM Grand Arena, Лас-Вегас. Именно здесь главный претендент на титул, Конор Макгрегор, должен был сразиться с настоящим королем дивизиона. Паунд-фо-паунд номер один на тот момент чемпионом Жозе Альдо. Однако этого не случилось. 23 июня Альдо получил травму ребра в спарринге и отказался от поединка. UFC предстояла сложная задача. Решить, каким же будет главный бой вечера. И они нашли решение. Конор на тот момент занимал в рейтинге UFC лишь третью строчку. На первом же месте после чемпиона шел Чед Мендес. И хорошим решением стало свести первый и третий номера рейтинга в битве за временный титул. Многие отдавали предпочтение Мендесу, говоря о том, что это сильный борец и шансов у Макгрегора не очень-то и много. К справедливости ради отметим, что Чед действительно смог несколько раз перевести Ирландца на землю и нанести ему урон в партере. Но те удары по корпусу, которые Конор доносил все время в течение первого и второго раунда, оказались непосильной ношей для американцев. Конор отправил в нокаут уставшего Чеда в конце второго раунда и стал временным чемпионом, а также безоговорочным претендентом на титул чемпиона UFC в полулегком весе. Вместе с тем сбылся и очередной прогноз Мистик Мака. Во время пресс-тура он заявил, что уверен, будто Жозе Альдо снимется с боя и он будет драться с кем-то другим. А перед самим боем с Мендесом Макгрегор предложил президенту UFC Даню Уайту поспорить на 3 миллиона долларов на то, что Чед упадет во втором раунде. Такой вот он Мистик Мак. На четвертом месте два боя с Нейтом Диасом. Оба этих боя состоялись в 2016 году. 5 марта Конор должен был сразиться с Рафаэлем Дос Анисом, который был чемпионом легкого веса на тот момент. Макгрегор, будучи чемпионом полулегкого веса, намеревался стать первым в истории организации чемпионом в двух весах одновременно. Но его планам на тот момент не суждено было сбыться. Бразилец, менее чем за две недели до боя, получил травму ноги и снялся с поединка. Сам Макгрегор прокомментировал травму Рафаэля следующим образом. Я видел снимок, это же просто ушиб. Если бы я просто пришел с таким рентгеном ко врачу, он бы дал мне пощечину и сказал «Сынок, что ты делаешь? Прекрати, убирайся отсюда». Однако факт остается фактом. Бразилец был вынужден сняться с поединка и нужна была замена. Из всех возможных вариантов Конор остановил свое внимание на Нейте Диасе, который буквально за два месяца до этого убедительно выиграл у Майкла Джонсона. Попутно забрав бонус за лучший бой вечера и вызвав ирландца на поединок в послематчевом интервью. Так как Нейт не успевал сделать нужный вес, горе до 77 кг. Ошибкой Конора стало то, что он недооценил Диаса и подумал, что это будет легкая прогулка с нокаутом на ранних таймингах, а не пятираундовая война. Конор снова поверил в свою неуязвимость и понадеялся на волшебную левую. Хотя Нейт слыл настоящей кардиомашиной и за все свои поединки лишь однажды побывал в техническом нокауте после страшного попадания ногой в голову от Стивена Томпсона. Именно это и послужило ключом Нейта к победе над Конором Макгрегором. Пропуская тяжеленные удары, Диас тем самым заставил вымахать санаториуса и жутко уставший Конор уже к середине второго раунда выглядел обескровленным. Воздуха мышцам ирландца категорически не хватало и к концу второго раунда Нейт сумел выйти на удушение сзади и заставил постучать чемпиона полулегкого веса, у которого уже просто не было сил сопротивляться. Моментально Диас стал одним из самых известных бойцов ММА, а Конор знал, что ему предстоит очень серьезная подготовка и пятираундовая война с американским мексиканцем. К чести ради, Нейтан согласился на неизмедлительный реванш в 77 килограммах. Хотя, конечно, смотря на те деньги, а это около 13 миллионов долларов, которые Диас смог получить за их второй бой, было понятно, что реванш неизбежен. Второй поединок, конечно же, прошел в ином ключе. Конор не форсировал события и вчистую забрал первые два раунда, попутно уронив Диаса несколько раз в нокдаун. Но к третьему раунду бензобак ирландца снова начал пустить. Пережив настоящий ад в третьем раунде, МакГрегор, ко всеобщему удивлению, к четвертому раунду смог постановиться, а Диас к тому моменту уже сам подустал. Потому мы получили пятый раунд на пониженных скоростях, где Диас давил, а МакГрегор действовал на контратак. По итогу, Конор победил Нейта решением большинства судей, реваншировав тем самым поражение в их первом бою. А зрители получили один из самых крутых боев в истории. Сейчас активно ходят слухи о возможной трилогии от этих воинов, и оба подтверждали интерес к такому бою. Так что кто знает, возможно в будущем мы увидим еще одну бескомпромиссную рубку. Посмотрим. Третье место. Бой с Альдо. Долгожданный бой ирландца и бразильца состоялся на турнире UFC 194 в Лас-Вегасе. Этого боя ждали абсолютно все, кто хоть сколько-то интересовался ММА. Казалось даже те, кто ММА и не интересовался никогда, и то ждут этого боя. Люди хотели знать, кто же сильнее, главная выскочка ММА. Конор Макгрегор? Или же чемпион, паунд-фа-паунд номер один, не проигрывающий на протяжении более чем 10 лет Джозе Альдо. Все были в предвкушении эпичнейшей битвы. Гадали, как же все-таки повлияют на исход боя хлесткие лоу-кики Альдо, его выносливость и жесткие удары. Но этого не произошло. Макгрегор не просто забрал у Альдо титул, не просто нанес первое поражение за 10 лет, а сделал это, попутно установив рекорд за самый быстрый нокаут в титульных боях, нокаутировав Альдо за 13 секунд после начала поединка. Конор забрался в голову Альдо настолько глубоко, насколько это было вообще возможно. Этот нокаут стал квинтэссенцией всего того давления, которое легло на плечи Джозе. Альдо проиграл ментально этот бой еще до его начала. А Макгрегор в этом бою смог доказать многим, что они ошибаются на его счет, и что с ним действительно придется считаться. Второе место Бой с Альваресом 13 ноября 2016 года Мэдисон Сквер Гарден и UFC 205 Конор Макгрегор на пути к своей цели стать двойным чемпионом и преграждающий ему путь Эдди Альварес. Скажем честно, что наличие титула у Альвареса в тот момент можно назвать случайностью. Ведь перед тем, как отобрать титул у Дос Аниса, он провел в UFC 3 поединка. В первом проиграл Сироны, а в двух других неубедительно выиграл раздельными решениями у Энтони Петтиса и Гилберда Милендеша. Но факт остается фактом. Именно Альварес владел титулом чемпиона UFC в легком весе. И именно с ним предстояло биться Макгрегору. Скажем честно, огромное количество профессиональных бойцов отдавали свое предпочтение в этом бою именно Эдди, ссылаясь на его борьбу. Однако, как показала практика, Альварес ни разу не смог перевести Макгрегора в партер, хотя пытался это сделать три раза. При этом Эдди достаточно много напропускал, трижды оказавшись в нокдауне по ходу боя. По итогу Макгрегор победил на третьей минуте второго раунда техническим нокаутом, доминируя весь бой до этого. Так Конор стал первым в истории UFC чемпионом в двух категориях одновременно. И благодаря этой победе он стал максимально близок к тому, чтобы провести бой века. Первое место. Бой с Мэйвейзером. Безусловно, главный бой в жизни Конора Макгрегора. До появления этого ирландца на горизонте мало кто мог даже представить, что возможно организовать события такого масштаба. Непобежденный, один из самых сильнейших боксеров за всю историю спорта, великий чемпион Флойд Мэйвейзер. Против двойного чемпиона UFC, спортсмена, одно упоминание о котором делает тебя богаче, мастера смешанных единоборств Конора Макгрегора. Когда только пошли слухи о возможности такого боя по правилам бокса, люди уже начинали доставать кошельки и готовы были заплатить, лишь бы это увидеть. Естественно, будучи умными бизнесменами, ни Конор, ни Флойд такую возможность выпускать не собирались. И вот, 26 августа 2017 года в пригороде Лас-Вегаса на Ти-мобайл-арене свершилось сие действия. Как мы с вами успели заметить, зачастую Конору давали мало шансов в прогнозах на его бои, но он всегда, почти всегда, умудрялся выходить победителем. Однако в этом бою практически никто не верил в победу Макгрегора, и это было более чем справедливо. Ведь он, будучи новичком в профессиональном боксе, выходил на ринг против, возможно, одного из самых сильных и умных боксеров за всю историю этого спорта. Не будем разглагольствовать и скажем честно, Флойд выиграл этот поединок достаточно легко, дав дожрить Конору до 10-го раунда, а затем заставив рефери вмешаться и тем самым зафиксировать победу Мэйвейзера техническим нокаутом. Но после боя практически все эксперты в один голос утверждали, что не ожидали такого хорошего боя от Макгрегора. Он показал отличное движение в ринге и несколько раз сумел поймать Флойда неплохим ударом. Но этот бой важен не с точки зрения спортивной составляющей, ведь еще с самого начала зарождения слухов было понятно, кто его выиграет. Сама суть того, что это стало возможным благодаря упорному труду, силе воли и железному характеру Макгрегора, стала мотивацией для других бойцов. Они поняли, что могут зарабатывать большие деньги, занимаясь любимым делом. А если хочешь посмотреть, кто же больше всех заработал в UFC за всю историю компании, об этом я рассказываю здесь. На Ториус же за этот бой заработал 80 миллионов долларов, став одним из самых успешных спортсменов того года. Ну и бонусом на сегодня я бы хотел упомянуть бой Макгрегора против Хабиба Нурмагмеда. Этот бой оказался очень важным для ирландцев, ведь благодаря ему он сумел переродиться в спортивном плане. Предыстория боя оказалась очень интересной. 4 апреля 2018 года, за три дня до боя Нурмагмедова против Элла и Квинты, за пояс чемпиона в легком весе, Орел побеседовал на повышенных тонах с другом и спарринг-партнером Конора Артемом Лобовым. Видео этой беседы попали в сеть. Через пару дней Конор со своими ребятами прилетели в Нью-Йорк, чтобы заступиться за Артема Лобова, и напали на автобус, в котором Хабиб и другие бойцы, участвующие в карде, уезжали в отель. После чего у Конора были долгие судебные разбирательства, а Хабиб 7 апреля стал чемпионом. Все было сделано, осталось только назначить дату, и билеты раскупят, как горячие пирожки. Так и случилось. Дата была назначена, и нас ждал мегабой 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Этот период, который начался сразу же после боя с Флойдом и закончился в поединке с Нурмагмедовым, был темным и печальным для ирландца. Он постоянно попадал в скандалы, история с автобусом, сломанный телефон фаната, удар пожилого мужчины в бабе за то, что тот отказался пить его виски. Казалось, Макгрегор погряз так глубоко, что выбраться оттуда уже просто нереально. Так и было. На пресс-конференциях перед боем от остроумного мастера треш-тока Конора Макгрегора не осталось и следа. Он то и дело просто оскорблял Нурмагмедова, его семью и религию. Пил виски и снова оскорблял Нурмагмедова. Хабиб же сохранял хладнокровие и не дал забраться к себе в голову ирландцу, несмотря на попытки последнего. Сам бой прошел ожидаемо. Хабиб в первые два раунда предсказуемо законтролировал Конора, а в четвертом заставил его постучать, оказывая давление на шею и челюсть. Единственным утешением в этом бою для Анаториуса стало лишь то, что он смог стать первым бойцом в UFC, кто забрал хотя бы раунд в бою с Нурмагмедовым. Третий раунд боя судьи отдали ирландцу. После этого проигрыша Макгрегор не дрался почти полтора года, а в недавнем бою против Дональда Сирона он предстал совершенно другим человеком и бойцом. Он тщательно готовился к бою, соблюдал режим и не выпивал спиртного. А во время пресс-мероприятий не было никакого треш-тока, а только взаимное уважение от обоих бойцов. Более того, в этот период Макгрегор не был замечен ни в одном скандале. В самом бою он легко переехал с Тойкого Сирона, продемонстрировав невероятный настрой и блистательную технику. И все же, действительно ли Макгрегор изменился и стал сильнее, или же это лишь кратковременный эффект от боя с Хабибом покажет только время? Произойдет ли реванш между Хабибом и Коннором, и сможет ли ирландец изменить картину боя и одолеть Орла, или же для него это совершенно непокоримо? Обязательно пиши об этом в комментариях. Мне важно и интересно твое мнение. Я Иван Ниумен, это канал It's Time, обязательно подпишись, тыкай колокольчик, чтобы не пропускать все то, что мы для тебя готовим. А я желаю тебе крепкого духа и только победного настроя. Будь здоров. Ирландец, ирландец. И получил свое прозвище Мистер Мак. Мистер, блядь. Мистер. Мистер, твистер.